И предлагаем прямо сейчас посмотреть сюжет Тани Балыкиной о парапланах. Гул ветра в голове, сотни метров под ногами и виды, от которых захватывает дух. А ведь, чтобы поднять параплан в небо, нужно всего лишь разбежаться и оттолкнуться от земли. Валерия Пичуганова в Крым приехала из Саратова. Успела покорить и горы, и море. Небо казалось ей чем-то недосягаемым. Открыть новые горизонты помог любимый мужчина, подарив сертификат на полет на параплане. Как ощущения? Отлично просто. Все вообще на ладони, как видно. Мне очень понравилось. Мы знаем, что это был подарок, сюрприз. Да, у нас в августе 4 года отношений. Спасибо за подарок. Я не ожидала такого. В открытом состоянии параплан кажется огромным, а на деле помещается в рюкзак. Да и весит не больше 20 килограммов. Если правильно его сложить, то подготовка к полету займет не больше 5 минут. Проверяю систему подвесную, то есть все карабины, триммера проверяю перед стартом. Обязательно параплан. Полы внутри имеют профиль несущий, то есть надувается он за счет набегающего потока. В несколько рядов к куполу крепятся стропы, каждая из которых выдержит нагрузку до 150 килограммов. Управление ручное. У пилота всего два рычага клеванта, удерживающих тросы. Они помогают маневрировать и контролировать направление. Идеальный ветер для полетов 6-7 метров в секунду, перпендикулярно к склону. Лучше всего летать в хорошую погоду, потому что в дождь и грозу парить на землю опасно. При полетах в тандеме парапланом управляет инструктор. Помощь нужна только на старте. Во время разбега пассажир должен постараться устоять на ногах и синхронно повторять все движения пилота. Пока что мне не страшно, наверное, потому что мы еще не... У-у-у! Мы уже взлетели. Высота 200-300 метров, средняя скорость полета 12 метров в секунду. Зависит она от силы воздушных потоков. Интересно, что нередко направление пилотам подсказывают птицы. Ощущение от полета просто потрясающее. Парить над землей совсем не страшно. И хотя посадка у нас была экстренной, все равно все очень мягко и здорово. Когда ветер стихает, купол начинает падать, а стропы путаться. Поэтому так важно уметь чувствовать погоду, чтобы вовремя уйти на посадку. Юрий Захаров с 16 лет управляет самолетом и уже 20 летает на параплане. Свой первый аппарат смастерил вместе с друзьями с собственными руками. Первый параплан, на котором я полетел, это было парашют-крыло. Просто чуть доработанное. Мы с горы разгонялись и просто слетали вниз. Потом уже пошли парапланы более современные. Уже начали их производить более серийно, более безопасно. Сегодня летать на параплане учат в специальных школах. На двухнедельных курсах будущие пилоты изучают аэродинамику, метеорологию, типы воздушных потоков и азы управления. Если теория и практика сданы успешно, можно смело покорять любую высоту. Татьяна Балыкина, Владислав Кравцов. Утро нового дня.